Челябинские паломники стали участниками многотысячного крестного хода, приуроченного к столетию гибели Николая II и его жены и детей. Верующие считают семью Романовых святыми мучениками. И в память о последнем русском царе и его близких пять часов провели на ногах. Репортаж Анастасии Плотниковой. Если ехать, то с Богом, шутит профессиональный челябинский водитель Александр Вьюгов. В салон своего автобуса он украсил иконой царственных страстотерпцев и взял в дорогу диск с православной музыкой. Александр везет паломников в Екатеринбург на крестный ход, посвященный столетию гибели семьи Николая II. Они же все православные. Все смотрим, во-первых, видео про царя, про историю. Слушаем музыку какую-то православную. 24 паломника из Челябинска готовятся стать частью главного события царских дней – многотысячного крестного хода. Испытание для сильных не только духом, но и телом. Пройти придется ровно 21 километр. Это около пяти часов на ногах. Причем челябинские верующие к шествию подготовились основательно. Я настроилась, по крайней мере, пройти весь этот путь. Вот здесь у меня красотки специально удобные, чтобы было удобно пройти. Начинается все с божественной литургии. Возле знаменитого храма на крови он построен на месте Ипатьевского дома, в подвале которого жестоко расстреляли Николая II и его родных. Верующие называют это место царской Голгофой. Патриарх Московский и всея Руси заявляет, события, которые сто лет назад произошли на этом месте, навсегда перевернули ход истории России. Преступление, которое было здесь совершено, оно не может быть случайным. За ним нечто стояло. За ним есть некая коллективная вина всего народа, который завел народ в тяжелый и страшный тупик. Тупиком Кирилл называет советское время, когда уничтожались церкви и храмы и призывает современников не повторять ошибок предков. Крестный ход с патриархом во главе начинает движение. Здесь все символично. Тот самый маршрут, по которому ровно сто лет назад везли тела убитой царской семьи и сто тысяч людей, которые взяли в руки иконы и встали в огромную колонну шествующих. Крестный ход заканчивается в урочище Ганина Яма, на месте, где, как полагают ученые, были уничтожены тела Романовых. Сегодня здесь располагается монастырский комплекс. Впрочем, экс...